Снимай. Снимай как будет. Вот смотрите сейчас здесь. Сейчас я буду их снимать. Гуля, 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 гуля. Давай, вылазь. Гуля моя, гуля, да хорошая гуля. Вот они, дикари. Вот теперь все. Смотри дальше, что будет. Сейчас мы увидим. Я сейчас посмотрю, что тут есть. Ну, Нарсултан, что ты увидал, а? Посмотри, какое счастье. Что это? Что это такое? Понял, нет? Понял. Что это такое? Птенец. Это маленький голубенок от них. Он, который побольше, это отец, а это мать. А вот еще недавно был маленький. Тоже еще такое чудо. Сейчас посмотрю, они быстро вырастают. Пойдем. Вот она, гляди. Ну, я вот сейчас приучаю. Смотри, чтобы он меня знал. Вот так делается между пальцами. Ой, давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Они кормят так. Когда? Кормят. Это надо все знать. Ну, видел какой? Ушки открыты. Глаза открылись 3 дня назад только. Я все записываю. Про дикарей. Один только, да? Один. Один. Второго то ли затоптали, то ли еще. Он два дня пожил и погиб. А, они быстро плодятся. Это уже третий выводок. Так, чтобы они не залетели обратно, чтобы поели. Я его закрываю. Сейчас вот сюда встаньте, отсюда наблюдайте. Амбитофон, маяк, как вы сказали здесь. Да. А вот сейчас они будут есть, а там у них глина, песок и соль и яичная труха. Вот отсюда. Давайте зайдем и посмотри, как они будут. Вот, не знаю, тут 20 спускай. Володя, заходи. Гуля, 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 гуля. А вы их постоянно здесь держите, да, дома? Нет, ну, на зиму. А, на зиму. На зиму. У меня для наблюдения это необходимо. Сейчас я уйду, а то они меня тоже боятся. Вот так. Сейчас они слетят оттуда, а тогда можно будет наблюдать. Вот так, стойте здесь. Пас наблюдает. Это очень интересно наблюдать. Гуля, 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 гуля. Сейчас они слетят, поесть надо им. Они перерабатывают на полупереваренную пищу. Клюв, клюв, и она срыгивает ей. И этим они живут. Стоят так. Если один слетит, второй сразу за ней. Наверное, мы посторонние, они, наверное, это чувствуют. Да, они боятся. Посторонние, они очень наголосно все реагируют. А чтобы мне их выпустить, мне надо палец сначала туда спрятать. Фанера там идет, и тряпка, и стерку, зажим. Сейчас. Это надо выждать немного, не просто так. Гуля, 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 гуля. Сюда я стараюсь не запускать. Я ширму, вот, я опускаю их там. А там сова не разлеталась. А это важно, чтобы покупать там от разных насекомых. Это снимает и время. Ну, мне это интересно. Я лажу. 18 марта вы с ним делали ролик. Когда-нибудь про голубей. Сейчас. Да. Стоят, смотрят. Они, видишь, увидали чужих. Сейчас они сойдут, и вы увидите, как они едят. Гуля, гуля, гуля. Да хорошие гулявы мои. Гуля, гуля, гуля. Видишь, как все. Он знает даже, где сухари лежат. Вот, смотри. Это она, самочка. Сейчас он слетит, обязательно. Он одну ее не оставит. Не шевелитесь, только не разговаривайте. Так. Вот, пошли. Есть им надо, это, соль, глина, песок и яичная труха. Скорлупа. Вот они. Так. Она маленько клюнула. Видимо, ей не надо это. Ей надо зарядиться. Здесь пшеница, молотый, лущеный горох. Семечки. Это все надо знать и знать, когда дать им. Вот она. Она пошла опять туда. Так, не шевелитесь. Наблюдать надо очень осторожно. Это дикари нынче поймали. Совершенно дикие. А сейчас они у меня рядом, под ногами ходят. И рядом, вплотную. То есть они у вас... Потом спустят. Видите, она голос только услышала вас. Разворачивает назад сразу. Ну, ничего, ничего. Это я разговариваю. Я. Иди ешь. Не бойся. Вот пошла. Ученые голуби. Там что есть? Это человек не может есть. А вот это тут все такое для человека. Как начнут купаться здесь, тут все мокрое. Мне опять собирать надо зерно, все убирать. Они же часто оправляются. И все убираю, застирываю. Вот она. Хорошо. Видишь, брусками обложил. Все. Он сейчас к ней подойдет, тогда она более свободна будет. Что интересно, в Алтайской правде, это центральная газета, губернская, появилась большая статья, а я знаю автора, Наталья Сохарева. Заголовок. У злого человека голуби не водятся. У злого человека голуби не водятся. Все. И вот, Мишка, голос один услышал, все. Ешьте, ешьте спокойно. Беспокоя. Значит, он засиделся, ему надо потренироваться гимнастикой. Которые люди смотрят, вот есть же чем заниматься пенсионеру. Есть. Я люблю их. Я их держу в больше 60 лет. То есть, они у вас живут всю зиму? Ну, не в зиму здесь. Это к декабрю я их сюда запустил. Но я у ребят спросил, вы не против? У меня двое валости. Никита-то. Да, да, да. Потому что застилать надо кровать, и видишь, все заслано там бумагой. Да, да, да. Вот. Они не против. Надо, чтобы по согласию было. Вот они. Это самочка, которая ближе. Она смотрит кверху. Но я решетку закрыл, чтобы она не ушла, пока не наестся. А потом открою. Так, ему надо попить. Опять туда. Он голову не поднимает, как курица. Ты мнет, голову запрокидывает. Он как лошадь. Он голову опустит и сосет, как на соске. Да, как лошадь. Вот он пошел. Ну, выехал. Вот это все дело любви. Если человек не любит, его не заставишь. Сейчас мы полезем на голубятню. Ну, у меня здесь мало голубей. Всего их 12. А в Потеряевке, то у меня было много голубей. До 300 держал. Ну, все. Все, увидели. Да, сейчас ему голубей покажу. Еще там слазим. И там, может быть, уже малыши есть. И Султан будет вспоминать. Скажет, я там все. Если кто-то будет спрашивать, скажет, Володя снимает, и все это тебе будет показано. А он здесь у вас, знаете, он все знает здесь. Где, что у вас, вы же показывали. Ну, да. Кто-то вам, видимо, писал, что у вас беспорядок. Да. Ну, и вы тут все рассказывали. Мы это все видели. И Султан говорит, почему, говорит, у дедушки все по полочкам. По полочкам? Да. По полочкам. Это вот у меня слежок. Особенности эти. Да. Бублики лежат. Это вот сухари. Стряпает одна сестра. Я ей мешок отвожу. А она пол мешка ей, пол мешка мне. Инать Иванович, может, корень солодки угостить? А? Солодкой угостить их. О! Вот там лежит, это корень солодки. А что это такое, я извиняюсь? Ну, это такое растение. Его корешки в чай кладут. Я сам хотя агроном. Ну, может быть, не знаю, может, я уже давненько уже не работаю по специальности. Это можно, в принципе, в интернете завести, корень солодки и там прочитать всю информацию. Подожди. Никита научился стряпать хлеб? Научился. Володя, ты научил? Ну да. Он стряпал, у него записано было все это. А меня Виктор Савченко учил. Да? В свое время, да. Мы друг у друга учимся. Ну, я видел этот самый, в роликах, Володя, ты очень хорошо стряпаешь хлеб? Ну как, с Божьей помощью, конечно. С Божьей помощью, ну, вкусно тебе получается, да. Помягче будет. А как его заваривать или как? Заваривать, такие маленькие наломать и в чай. А потом второй, третий раз. А когда уже размахнет, там кто-то расщепит на мелкие. Еще. А как это я прочитаю в интернете? Что это? Солодка. Солодка. Все, ага. Корень солодка. Вот я вам дам это. Она в шесть раз слаще сахара. Она сладкая, да. И вот если ты что-то там взволновался, что-то... Это для успокоения, успокаивающее. В китайской медицине, о ней упоминается больше двух тысяч лет. И она применяется в любом лекарстве, как к любому лекарству и добавляют, чтобы лекарство не горько было. И оно ни каких побочных действий не дает. Я еще сыну говорю, Нурсултану, Игнатий Тихонович такой же. Я тоже говорю, как Игнатий Тихонович, много ем лука, чеснока. Вот у нас лук, чеснок. Ну, то есть чеснок, он очень помогает, много от болезни очень. Сосудорощирающий, холестерин очистит, вот это все. Так, Володя, достань. И нынче, когда бульдозер там снимал, это поле было, и мы оттуда он подобрали. Он сейчас сделает, я вам подарок дам. Вытащи пачку. У нас никогда столько не было. А там уже всем-всем давали, дальним и близким. Вплоть до Метрополита. Это по Терявке вы там? Да, да, да. У нас же ролики есть, где бляжи. Надо во что-то достать одну пачку. О, спасибо, спасибо. Никогда так много не было. Это всего столько, это уже много считается. А нынче у меня было... Солодка, да? Да, солодка. Надо, чтобы не выпало. А ее отваривать надо, да? Держи-ка. Запаривай, запаривай. Держи, снимай их. Вот солодка, надо запаривать. Поломаю мелко, смелстенье. Ну, это понемножку там. Да, понемножку, да. Он как сахар, вот. То есть это солодка с Потеряевкой, с поселка Потеряевка, Алтайский край. Вы там в интернете заявляете? Да, мы вот в гостях, сейчас находимся в гостях у Игнатия Тихлинча, вот, и я Абдурахман Нурсултан. Нас угостили солодкой, которую они собрали летом, поселка Потеряевка. Большое вам огромное спасибо. Я вот сейчас дам вам наших сухарей. Вы нам сухари угощаете еще? Обязательно, это самодельно. Все, мы будем сухари, это самое, да, супом. Вот эти перощи, они для конца еще высох. Вот эти, которые белые, перощи съесть надо. Ну, вчера принесли. А у нас ничего не остается, у нас аппетит хороший. Я вам положу, Надежда Васильевна, у меня мастер по пирогам. Два пирога рыбных. Дожди-ка. Только тоже сразу съесть. Это вам сестры привезли? Рыбу? Да, пироги. Нет, это Надежда Васильевна. А, Надежда Васильевна, все-все-все. Жена. Так, положите сюда. Скорее положи. Ничего нет, а это наш труд. Ой, спасибо, спасибо, Маршал Игнат Тихонович. Ну, мы что-то пришли с пустыми руками. Ну, ничего, в следующий раз. Никаких. Ну, тут у вас книги нам дали, вот. О, это книга, это книга, представляю, 40 лет материалка собиралась. Сухари, вот, солодка, которые вот, мы прочитаем в интернете, это солодка, да. Вы, когда зайдете... Запаривать надо это. На сайт, да. Запаривать надо. Вот, когда зайдете, ну вот, накрошат его, и здесь он, термос, и все. Есть такая книга, для слова Божия нет уз. На сайте прочитайте. Большая книга, 752, она вся из документов про нас, что писали современные газеты, кинопильмы, все именно так. Как надо мной суд идет, что судья говорит, тайно записано было. Понятно, да. Для слова Божия нет уз. То есть, узы это цепи, а для слова Божия нет уз. Никак. Оно прорывается и там. Я вот в тюрьме был, утром стою, они говорят, вчера ночью вы молились, говорит, и сзади 7 человек на коленях стояли. Можно мы с вами будем молиться? А сидят-то там не за праведные дела люди. Мы, говорит, решили сейчас не курить, но некоторые не выдержали, начали матрасы теребить, вату заталкивать. Спасибо Богу, что нас сюда привел, познакомил с вами, и пришли к вам гости. Вот, спасибо Богу, спасибо вам. Спасибо Богу мы не говорим. А говорим, спаси Христос, или благодарю. Благодарим Бога, да. Да, слава Христу. А спасибо, это составные слова. Раньше было, говорит, спасибо, когда захватил монголы, монголы все захватили. Перед ним прыгали, говорили спасибо, а потом получилось спасибо. Спасибо. Никита. Никита, как работает. Как? Никита. Как работает? Он помогает этому дыбунову. Он работает в искательской партии и там нужно рисовать местность в интернет-инвестии. Он рисует карты. Это не каждый сделает. Когда коснулось и обыграл, когда приехал мэр города Баварин, а Баварин входил в десятку лучших мер в России. Он приезжал, посмотрел, как у нас тут молятся, как много сделали, поудивлялся. Он голубятник тоже. Владимир Николаевич, он у нас так авторский погиб. Ты не боишься лазить? Нет. Не упадешь? Нет. Смотри, крепко держись только. Договорились? Я иду, а ты за мной. Вот так, руками меня держись. Не спеши только, потихоньку. Под ноги смотри, под руки. Телефон где? Давай мне. Да у меня в команде. Не спеши. Потихоньку, да. Он постоянно смотрит в интернете ролики Мурсултан. Говорит, отец надо дозвониться, надо съездить, надо как-нибудь это... Хотел в этот посмотреть и... Так, не отвлекайтесь никуда, сойте там. Вот так. Папа может тоже ему, скажи, можно зайти и посмотреть. Скажи ему. Что, можешь тоже зайдете? Вон там крючки есть, вот, на крючок. Сейчас пакет положу сюда. Не-не, вон крючок есть, вон, на столбушке. Подождите. Володя. Сейчас, идет, идет он. Да мне надо закрыть, чтобы они не вылетели. Подожди. Ааа. Прикрывайте. Там много их. Класс. Держаться. Я закрыл ее. Вот. Потихоньку здесь не прыгать. По коске на доску вот так вот шагайте. А, вот голубятник. Голубятник здесь, да? Да-да-да. Сейчас мы зайдем. Так, дай-ка я пойду туда. Уже узнал несколько раз. Потихоньку. Сейчас. Можешь туда пройти, оттуда снять. Вот. Так, подожди. Вот эти два, видишь, вон они? Сезари. Да-да-да. Ну эти дикие, да, которые? Эти дикие, они у меня, естественно, я их сделал им кольца. Закольцованные, красной материи. А эти вы, это, покупали или как чубаты вот эти? Я никогда не покупаю их. То есть они сами прилетели? Нет. Просто подарили мне. Они у меня много лет живут уже. Двадцать с лишним лет. Я нынче совсем мало в зиму пускаю. Теперь смотри. Осторожно, наклоняйся вот сюда. Вот. Вот, видишь, хвостик торчит? Да, вижу. Это что означает? Значит, она парит. На яйца. А, понял, понял. Видишь, нет? Да, вижу. Вот. И зимой они парят? Да, вот так, да? Ну, да. У них тут первый выводок весь пропал. Тут, Володя, дырка. Зимой замерзают они. Обычно зимой замерзают же. Да, да, да. Яйца замерзают. Гуля, 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 гуля. Я его вытащу. Это я неправильно делаю, но по-другому нельзя. Под ней почему-то четыре яйца. Видишь, нет? Да, вижу. Это она, видимо, два раза сняла. Подожди-ка я попробую. Смотри. Сейчас, подожди. На, подержи в руке яйца. Подержи. Вот он как. Гляди. Сейчас положишь на место. Аккуратно, не урони. Да нет еще. Давай, потихонечку. Вот она. Подержи в руках. Мне страшно. Вот какая. Только не бойся. За хвост не оторви. Держи руками. Туда-туда поверь. Страшновато что-то. Да что боишься что-то? Голубь. Он не клюется, ничего только не дави. Видишь, какой хохла на голове. Это шиньончик. Это же не орел. Ну. Красолька какая. Да, красиво-красиво. Она боится? Боится, конечно. Я держал голубя в детстве тоже. Ну. Мухчубы, лохматые. Были чубатые вот эти. Вот она. Смотри. Вот она села опять на гнездо. Вот она. О. Видишь, как недовольный. Вот тут мы сейчас вышли. Вот оно тёплое яйцо лежит. Вот видишь, на морозе оно как бы тёплое. Оно не тёплое. Так. Ну вот и всё. А вот чё ты здесь у ней? Попробуй, может, пережать. Да. А вы, Игнатий Тихонович, знаете, вот эти двое дикие, которые клюют ваших. Наоборот. У них вертяжка болезнь бывает у таких-то. А эти у меня обеззараживают их. Они не болеют с ними. Эти... Нет, видите, вон, видите, смотрите, чё творело. Эти ещё нет. Это нормально всё. Они теперь сильно. Почему они бьются? Он там внизу и гнездо. Она за своё гнездо бьётся. А-а-а, вон он. Вон он, у них гнездо. Они с гнезда слетели. А эти дикие двое, которые, они сами прилетели, да? Нет, поймал. Они залетели. У меня там крышка. Я заткнул её. А потом их сюда. Видишь, она таскает за щуп. Отгоняет. О! Видишь, как факт. А эта всё, она внизу ещё не будет. А вот этот голубь, у которого пятнышко надулся, крайне белый. Вот туда. Он у меня вывелся в избе. И он приедет ко мне, сядет и из уха клюёт. Я его положу сюда. О! Пошли. Потихоньку. Вот это мне Господь дал. Поверьте. Почитай, что написано. Вот, вертись. А я бы свободно грызли. Вот. Вон он, какой закрытый. Посмотри, как я сейчас открываю его. Вот. Я поднимаюсь. А потом этот вот убираю. Вот это вот. Ну и он сад. Всё. Всё открылся. Всё открылся. И они могут всё вылетать. Вот. А иначе они умрут. Держись. Не спеши. Нет. Не спеши. А в деревне у меня отдельная голубятня стоит. По Теряевке голубятня? Да. Держись до крыши. Так. Насталтан осторожен. А там у вас же дом, да, по Теряевке? Да. А там живёт сейчас кто-нибудь? Нет. Никто не живёт. Держи. Никто не живёт там? Нет. Никого нету. Летом мы приезжаем. Раскубариваем. Ну вот ещё. Давай. Ну спеши. Потихоньку. Вот за эти вот берись руками. Крепче держись. Да. Нет. Прямо за лесенку. Вот так. Спешить не надо. Потихоньку. Спускаться намного труднее, чем подниматься. Ну вот. Мы очень довольны. Очень довольны. Всё посмотрели. Кто раз увидит. 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 Разломать, например, вот такой вот. Одноразлом. Да. Мы запарим, да. Потом несколько раз его, пока всё из него не выйдет. А остаток ещё пережуёте. Понятно. Понятно. Очень-очень понятно. Колин Солодский. Он это, от бронхов ещё. От бронхов. Ну, как сказать, Игнатий Тихонович, пока, слава богу, пока на здоровье не жалуемся. Да слава Христу. Да. Ну всё. Да вы узнаете. Думаю, что противник здоровья это сигарет, алкоголь. Я думаю. Да всё здесь. И обжорство, и лишнее спаньё, и лень. Всё там есть. Лишнее не надо. Лишнее убрать. Да. Вот вам надо приехать на Потеряевку и там… Да. Поработаем вместе-то и вместе обедать будем. Ко мне приехал священник, а у него таким бугром. Он пожил зимой. Скажется, на три или на четыре дырочки ремень сбавил. Ну, поехал домой, жена его сильно любит и опять вернулся на то же. Это человек, во-первых, обрезает себе в жизни больше десяти лет. По славу Божию. Так, мы вот машины к нам. Мы идём к машине. А? К машине идём вот. Всё, домой уходим. Домой уходим, да. Всё, я прощаюсь с вами. Вот машина наша вот, которую мы… Да так, я могу помолиться? Подождите, чтобы Господь… Благословите нас, да. Благослови нас, Господи. Благослови нас, Господи. Имя Твое Святое да будет прославлено в нас. Тебе, Господи, слава за всё, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь Бога сегодня. Всего доброго. За всё, спасибо. За всё, до свидания. Всё. Спасибо, Христос Вас тоже. За сб coral.